К приезду помощника президента, уверяют, особо не готовились. Но колонну из школьников все же выставили. И начало мероприятия чуть задержали. Ждали Фурсенко. Он признался, что впервые на региональном конкурсе «Учитель года». Вообще же приехал на совещание по космодрому «Восточный». Оно пройдет 12 апреля. А сегодня на правах высокого гостя, экс-министра образования, он озвучил одну из задач современного учителя. Сегодня наши ребята, они могут узнать из интернета, из телевизора гораздо больше, чем от нас с вами. И только от вас зависит от того, ребята сумеют распорядиться этим огромным богатством информации или не сумеют. От души помощник президента посмеялся на вручении призов участникам конкурса в разных номинациях. Удивили сотрудники Амурской авиабазы ДСААФ. Мы вручаем наш специфический приз, сертификат Амурского аэроклуба ДСААФ на один парашютный прыжок в системе «Тандем». Но и сам Фурсенко без подарка не остался. На память ему вручили бар в виде глобуса. Напоследок гость пожелал, чтобы Благовещенск стал столицей следующего всероссийского конкурса «Учитель года» и отправился в палеонтологический музей. Андрей Александрович, как сам признался, в детстве очень любил посещать музеи. Сегодня ему устроили экспресс-экскурсию, а также познакомились с наработками Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской Академии наук. И попросили поддержку в достройке корпуса. На это уйдет примерно полмиллиарда рублей. Корпус в районе улиц Зейска и Калинина сейчас готов на 30%. Исторически сложилось так, что Институту геологии принадлежит четыре здания в Благовещенске. Они все не приспособлены для размещения там аналитического оборудования, которое в принципе у нас уже имеется. Нам была выделена земля и начало строительство нового корпуса в конце 80-х, начало 90-х годах прошлого века. Потом в середине 90-х, в отсутствии финансирования, оно было заморожено. Однако главная цель визита Фурсенко – это все-таки участие в совещании по космодрому Восточный, который важен для развития всех сфер Дальнего Востока, в том числе и образования. Создание такого мощного инфраструктурного образования, оно тащит за собой другие возрасты. Транспорт улучшается, улучшается инфраструктура информационная. Если так, если развивается система образования, то привлекаются более квалифицированные преподаватели. Напоследок Фурсенко подарили хвостовой позвонок гадрозавра. Правда, не амурского, а еврейского. Яйцо динозавра по стоимости больше, чем лексус нового. Поэтому сколько стоит позвонок вот такой, я не знаю. Светлана Рожкова, Василий Пронкин, Альфа Новости.